Здесь прошивка, называется 05 регион. Это из Дагестана, она не прошла. Ну, не выдержала просто. Одноглазый форт, подбитый. Мощная машина, между прочим. Здесь явно что-то не то. Кладки просто нет. Вот вам раптор, ребят. И здесь съел, и здесь съел. Это машина, но не городская. Кавказ, в горы. Вырезаем эту железу полностью. Новый сами изготавливаем. Я так понимаю, мы ее усилим еще. История успеха начинается с детства. С наших маленьких мечт, которые становятся реальностью. С маленького шага, который потом превратится в твой жизненный путь. Знание – ключ к будущему. Если ты дополняешь знания азартом, тебя ничто не сможет остановить. Не бойтесь трудностей, а не ваши учителя. Смело сделать первый шаг – вот что отличает лидеров. Поверьте в себя, и неопреодолимых препятствий не будет существовать. Сегодня Сослан не просто мастер в автомобильном сервисе. Он предприниматель, вдохновляющий других на своем пути к успеху. Никогда не сомневайтесь в силе своей мечты. Поверьте в себя. Поверьте в свой успех, и не забывайте о сервисе, который поддержит вас на этом пути. Я тот, кто я есть. Я слышу свое сердце. Друзья, всех приветствую. А в этом ролике я хочу вам показать машину, можно сказать, такую легендарную. Это у нас Ford Raptor 17-го года с объемом двигателем 3.5, бензиновая. Не выдержала дагестанские тест-драйвы. Машина приехала с ремонтом коробки. Проблем много там на самом деле. Все это будем делать, полностью доводить до ума. Где-то усиливать будем, где-то дорабатывать что-то будем. То есть, нам не шатятся будут с нашей стороны. И в целом посмотрим, что да как. Я вам желаю только приятного просмотра, друзья. Я к вам скоро еще вернусь. Погнали. Ну что, друзья, посмотрим, что случилось с Ford'ом. Мощный просто танк. Одноглазый Ford, подбитый. Мощная машина, между прочим. Посмотрим, что он вообще себе представляет. Протестируем его, как говорится, от души. 64 тысячи, ребят. Пробег. Давайте снимем коробку, глянем, что с ней. Походу ей такой подсрачник давали, чтобы мало не покажется. Продолжение следует... Норик сказал, посмотрите внимательно. Насос, вал. Там задрало бублик прямо не по-детски. Сейчас посмотрим, что с бубликом пойдем. Судя вот по этому, я думаю, там бублику хана вообще. Это либо на выброс пойдет, либо мы будем это восстанавливать сейчас как-то думать. Потому что это найти еще ее надо. И стоит, наверное, как чугунный мост. Расходники. Подгорели, вон они все. Вот, все черные все. Железо живое, кроме вот этого. Почему-то нет подшипника здесь. Да, она, видите, трется железо об железу. Это типа как вошер, но это ни хрена не вошер. Прямо вот чувствуется, все задрало ее здесь и здесь. Ну, это мы уже сохраним это. Мы сейчас здесь доведем до ума, отшлифуем вот эту часть. Трогаешь пальцем прям, без веста. Обназначенный перегрев был. Насиловали. Коробка снималась уже здесь. Снимали, видимо, переуплотняли сальник насоса. Потому что сейчас оттуда потекло, потому что там видели, да, что случилось. Понятное дело, что сальник потечет. Долго он не продержится. Это на самом деле эксплуатация. Масло вовремя не менялось. Это обназначено. Судя по тому, что мы сейчас видели, когда сняли, что внутри втулкой, я думаю, что бублику просто хана. Что говорить, что думать. Пойдемте вместе посмотрим, что с бубликом и все. В целом здесь расходники. Меняем ступицу. 1300 попахивает. Втулку сожрано изнутри. Сейчас они там смотрят направляющие. Насосный хаб сделал. Коробку разобрали уже. Остался сейчас бублик. Я его изготавливал. С вами дорогой материал. Так потому, что здесь и надо хороший материал делать. Чтобы он работал идеально. Типа как розово-цветной металл. То есть это мы первый раз будем делать сейчас. Да. Этот материал мы пользовались на заводе. Высококачественные станки. Местопочетника. Вот это место почетника. Местопочетника. Да ты что? И что он не съедал ее? Она держала? Нет, он не съедал. Специально этот материал мы пользовались. Шпинделя, чтобы шлифануть детал и кром. Он выдержит от и до. Поэтому я его, я пользуюсь сюда. Вот уже стулки у нас готовы. На раптор, на бублик. Будем сейчас испытывать ее. Я думаю, все нормально будет. Ты видел кардан у этой машины? Вот такой кардан. Вот так держишь ее. Огромный кардан. Трехметровый почти. Два с половиной метра. Металл может другую. Нет, там алюминиевый металл. Но там с титаном замешаны. Там усилие. Но он весит 3 килограмма. Вот так берешь. Вот так вот. Просто 3 кило. На вид смотришь, думаешь, не в коридор трубищи. Сейчас порежем. Посмотрим, что с раптором случилось. Потому что видимо бублик резали. Ты мне это скажи. Она резаная вообще. Коробка уже снималась. Бублик родной стоит. Слава богу, что готовая лежит. Вот это вообще супер. Мы починили такой бублик. Отдельно привозной. Человек купил новый. И это оставил нам в подарок. Еще такой же бублик от раптора. Этот бублик сделается через месяц. Потому что сейчас тут такая очередь этих бубликов. Что не до этого бубликов. И хорошо, что есть готовая. Просто сейчас дадим готовую, собранную, сделанную. И сделанную уже нашим полностью изготовленным втулкой. Вот она. Очень хороший металл. Как дядя Нори говорит, что он выдержит все и всех. Конечно, эти не внушают мне доверия. Вижу, что это ненадолго. А вот это вот прям. Смотри. Вот так вот разбиваются планетарки. Полностью разбираем. Вот это все развальцовывается. Все полностью. И меняем шайбы. Ставим уже усиленные шайбы. Чтобы вот так вот не бегала она. Латунные шайбы стоят. Они долго не выдерживают. Но это все сделано. Задумано производителем. Чтобы особо долго губу не раскатывал клиент. Не ездил долго. Ставят латунь. Она там рассчитана как бы. Ну, под расчет все делается. А мы уже ставим прям как надо. Шайбы. Бублик порезали. Масло мы угромя не меняли. Очень грязные. Мало ездит. Ну, походу, просто ей давали пи***. Очень сильных. Она подгорела. Грязные. Ты говоришь, масло грязное? Накладки нет. Накладки просто нет. Вот вам раптор, ребят. Просто стер накладку до железа. Железо работало, а в железо без накладки. И здесь ел, и здесь ел. Смотрите, что с стулкой не покраснело. Покраснел и задрал. Ну, задрал все. Короче, конец. Все, вон она выжрала. Ну, тут менять хаб. Менять втулку новую. Новую накладку. Норик, это серьезная работа для тебя. Вот это сложная работа, согласен. Друзья, бублику хана. Просто без накладки ездила. Она там задрала там все, что можно задрать. Это долгий проект. Ремонт этого бублика дорогой. Реально очень дорогой. У нас тут проблема возникла с раптором. Вот с этой ступицей. Я буду полностью восстанавливать. Хочу показать, что с ней случилось. Сложновато, но будем делать. 10R80, это Ford Raptor. Завальцовала. То есть мы вырезаем эту железу полностью. Но вы сами изготавливаем ставили. Я так понимаю, мы ее усилим еще. Конечно. Сейчас посмотрю, какие материалы по технологии. Самое интересное, этих ступиц нет. Ну, как нет. Они есть, они далеко. Где-то там, в Америке. Стоят, как чугунный мост. Вот такая вот махина вот, ребят. И как раз бублик, гидротрансформатор вот так вот надевается. Что с ней сейчас дуло, посмотрите. И что будет, сейчас увидите. Погнали. Тряпочка, подожди. Сейчас мы ступицу покажем, потом уже покажем гидротрансформатор. Шейка ступицы. Видите, она вся новая. Вот это восстановили мы все. Вот это было. Восстановили всю ее полностью. Ну, тефлон заводской. Не стали свое делать. Они есть просто. Зачем делать? И хоп. Все. Есть контакт. Эти восстановления, они на самом деле уменьшают клиенту стоимость ремонта. А то там такие космические стоимости были бы. Это мы полностью шейку все поменяли на гидротрансформаторе. Все полностью вырезали. Все зашили. Новая шейка. Тулка здесь стоит заводская, его родная. Но у нас вторая еще. Вон она. Вот здесь уже, ребята, стоит, который я вам показывал. Мы свое ставим здесь. Тулку. Не заводскую, а ставим именно бронзовую. Это качество 3 пятерки. Гораздо дольше будет служить. Все, ставим на раптор вот это. Завариваем. Бублики что мы сделали? Все просто. Полностью восстановили тарелку эту. Вот накладка новая полностью. Это ты сам резал, делал ее? Да. Не заводская это? Нет. Накладку тоже сами восстановили, порезали, поставили. Прям вообще полный фарш. Все, тарелка. Тоже восстановлен. А что ты здесь восстановил? Сейчас стоит. Железо, это чугунные, тулки отдельно посадили. Чугунные ты поставил? Да. Золотой человек, Норик. Заводского просто обычный металл был. Порошковый металл. Порошковый металл. Ты просто взял чугунную, заменил ее? Ну, это чтобы усилить, чтобы она дольше служила, потому что машина, сами знаете, дурында. Все нагрузки идет на бублик. Здесь бублик не просто взял, починил и отдал. Тут надо усиливать, потому что специалисту виднее, что поменять после завода. Что лучше будет, то и делаем. Ступица готова, из-за этого мы коробку не могли собрать, потому что ступица в ремонте была. Погнали. Приступаем к сборке. Все готово. Сейчас ее обезжирят полностью, эту коробку. И на тест-драйв посмотрим, что за зверь, что он может и так далее. Поехали. Заканчиваем уже заваривание бублика. Помните, вот здесь то, что мы все полностью заново шейку восстановили. Геморройный бублик, честно. Тем более изготавливать, усиливать это трудно, сложно. Сейчас завариваем раптор и загоняем на установку. Вот, ребят, видите, перевернули ее, по-другому ее заваривают. Иначе так надо. Поехали. Проверяем. Бублик, пузырьки. Как я не люблю это здесь. Но она пропускала, видел? Все, ладно, сейчас он ее доделает. Все, я больше это не хочу смотреть. Я побежал. Она пропускала, как раз где точки стояли. Сейчас он ее сделает и все. Вот тундра тоже на ремонте. И вот этот вот одноглазый пират уже чистят, готовят установки. Ну что, друзья, погнали. На тест-драйв скоро и на обзор. Поехали. Ford Raptor, друзья. Меняем фильтр после промывки. Промываем систему охлаждения. Много строчки? Есть, да? Сейчас по второму разу будем ее промывать. Ну, я думаю, завтра будем уже снимать обзор, тест-драйв. Пока что ставим, проверяем и готовим к аптеке ее. Поменяем фару. А то так кататься, это жесть, конечно. Напомню, пробег 64 миллер. Чуть-чуть подушатанная. Как отличаются, ребят, кожа вот эта вот от любых китайцев. Вот, потрогай. Ты дотройся вот до этого и иди подойди к китайцам. Дотройся теперь. Продолжение следует... Продолжение следует... Это машина, но не городская, это ранчо, это на Кавказ, в горы, леса, болоты, снега и... Сами понимаете, что это такое, не мне вам объяснять Единственное, здесь мне что не нравится, объем двигателя 3.5, мало Для такого дурынды это очень мало Нелегковой 3.5 Camry Даже вот сюда ей было тяжеловато здесь чуть-чуть кататься Даже вот у нас вот MG Я сейчас на ней такие петли тут давал Ну ладно, это другой обзор Машина, конечно, классная Коробка, вы сами видели, что было, как мы ее чинили, что там усиливали и так далее Фару поставили, потому что он как одноглазый пират был у нас Вообще, для чего эта машина? Ну не для Москвы, ты посмотри Это как большая баня у тебя, вот, ходь по дороге Ну это грузовик, ребят Я не знаю, где маленькие машины парковать во дворе Это вообще, куда ее ставить, я даже не представляю себе Машина хорошая, друзья Все-таки американцы, они подход другой к своим машинам Крепкая машина, ребят Просто почему она развалилась? Не потому, что она голимая, плохая Она развалилась, потому что ее просто вот так вот вдоль и поперек просто И все, все полетело Объем маленький И за счет этого и коробка летит Потому что, вы посмотрите на нее Вы посмотрите на эту машину Вот я встану около нее Метр восемьдесят два у меня рост Ну куда 3.5, здесь литров шесть-семь надо в этой машине Чтобы ощутить то, о чем я сейчас говорю Чтобы вот она рвала здесь Асфальт рвала Здесь мощь нужна Залеть в такие места и посерьезнее места Я бы не стал на этой машине Ни в коем случае Потому что, возможно, она и не вывезет за счет слабого двигателя Ну двигатель 3.5 слабый, ребят Давайте говорить объективно, как есть В целом машина, ребят, классная Вся заряженная, с разными амортизаторами Сюда вложили деньги Хозяин вкладывает дачи, делает ее, восстанавливает Ну он покайфовал на ней И с нуля, с новяя ее делает все Лучше восстановить надежную машину И дальше кататься Чем с китайскими там какими-нибудь беспонтовщинами Мучаться и ковыряться с ними Это она дерзкая Такая прямо ух Машина с Дагестана Представляешь, что там в Дагестане все делали Удовлетворила хозяина Это я 100% уверен Потому что, ну, такая машина не может тебе не удовлетворить Ну не может Внутри вообще сидишь, кайфуешь Отвечаю, ну большая, она огромная внутри просто Это вот американцев такая хрень Они максимально создают комфорт внутри еще То есть не как здесь китайские узкие И сиденья такие же узкие Вот так надо сиденья в китайских машинах Тут машина предназначена для всего Для любых целей Для любой езды Катастроф Нашествие, пришествие Наводнение Ну она реально Слушай, это танк Ты в махине сидишь Ну у американцев, заметьте Все их внедорожники Вот ты прямо сидишь Вот так разбаливаешься там Чтобы до пассажира дотянуться Надо крикнуть ему Вот смотри, какое место Да еще здесь со мной человек может сесть Панорама Это вообще Ха! Слушай, машина с 2017 года Бензиновая 3.5 Если бы Тебе стоял там 5-6 литровый Они приезжают к нам 300 350 Но опять же Если кайфуют Наваливают То да 150 Они докатываются До 200 Видишь? Вот нету взрыва А на других На таких Даешь газу Там Бау Бау Там прямо рвет С таким звуком страшным Здесь слабый Звука нету Все сделали По кайфу Прямо Вот залазить Слазить Сзади Зоди Да ты прикинь Подожди Дай камеру Сам садись туда Я побуду оператором Опа И залез Как на диване Мне кажется Спать можно вообще Ну реально Очень большое место За 4 Вот так Ром Да хасставь ты эту машину Ну что ты Она все Не ломается Оставь ее Да Со всеми зарядками Сзади Слушай Ну все Очень удобно Вот классно Прям Вот все Что здесь есть Все помощники Они будут работать Лет 10 еще Вот машина с 17 года А то и больше будет работать Но это чисто для своих Для внутреннего рынка Эти машины Поехали на обзор Чуть покатаем ее Я уже замерз 26 градусов Все Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Полный привод Здесь снега Ром Я боюсь Ты там не проедешь Это английская машина Это не китайцы Брат Там просто высоко Я вот к чему Ну давай За мной едет MG5 Передний привод Вариатор И он едет Он едет Я на Raptor Тут буксую А вы за мной Я боюсь Что вы встанете Да нет Она едет На Ford Raptor На обзоре Засрял А MG Вариатор Проехал Зараза Сейчас дальше поеду Ну подожди Я попробую Не ну молодцы Ребят Проехал MG5 Ты враг Я думал Будем тащить Ладно Роб Давай Давай на заднем приводе Ох ты Хоть и 3.5 Ребят Прямо рвет Понятно Для трассы Как бы Ну еще ладно Куда не шло По коробке Да по нашей части Все сделано Все классно Это сильная машина Ребята Это то что сейчас Она развалилась Понятно Братья с Дагестана Отжигали на ней От души Прямо походу Прямо Представляю Прямо Какую жару ей давали Коробку починили полностью То есть с коробкой Сейчас все хорошо Она реально Высокая Большая Уверенная машина Ничем не хуже Тойот Двухсотки Прадиков И там хороши И эта машина хороша Ребята Так это реально грузовик Ты едешь просто И ты понимаешь Что во-первых Держат Задний привод Все равно держит Дорогу Ее не бросает Ничего Для неопытных Может быть Они устойчивость Потеряют в этой машине А для людей Кто там Больше 10 лет За рулем Они сразу поймут Что да как И поймут Как надо ездить На ней И все пропускают Эту друнду Куда ты спешишь Он берет паузу Дал газу в пол Она думает Думает И походу Там впрыски Везде По всей машине Бензина И как дает Прямо на козла Прямо Ладно Шутки шутки Ребят Машина На самом деле Классная Лукавить не будем Сейчас Пиндосы Не пиндосы Это их машина И так далее Но машина Классная Коробка Зараза Дорогая Я вообще Думал Здесь то ли 6 литров То ли 5 литров Оказывается 3.5 Вообще Это малолитражка Можно сказать Для этой машины Это малолитражка Ребят Сами понимаете Что такое Ford Raptor Никакие Китайские Флагманы Шляпманы Рядом Не станут Близко Не станут А поехала Ой-ой-ой Вот это вот Зря я так нажал Ребят Нифига Он меня сейчас Так бросил Прямо на заднем Приводе Еще надо уметь Управлять И удерживать Эту машину Правильно удерживать Не паниковать Потому что он Ее бросает Но машина Мягкая Она не грубая Она как в корабле Прямо Вот так вот Даешь полгаза Она думает Секунды Раз Два Три И он начинает Вуу И уже все Тебя схватывает Прямо Уже все Пошло Она Поехала Жопу чуть бросает Но все равно Он держит устойчивость Она не уходит От нее Очень уверенно Вот Стой Дать газу Это что сейчас Она сделала Она как пульнула Сейчас просто Или она Прочипованная Слушай Так 3.5 Не ездит Такую дуру Такую тяжесть 3.5 Нет ребят Здесь явно Что-то Не то Вот это Он сейчас Шлифанул Она едет И шлифует Это конечно Он умеет Глушит Мотор чуть-чуть Душит При всем этом Она то просрется И выстреливает То Вот она едет И ее душит Прямо держит И потом резко Как пуляет Она Я там так испугался Она Ну реально Прошитая она Скорее всего Прошитая машина Фонараму я хочу Открыть Ну-ка Свет горит наверху Сейчас горит Яркий да он Вообще Даже днем Слепит он Я выключил ее сейчас Здесь прошивка Называется 05 регион Мощная прошивка Братья там постарались Наверное Зарядить Так зарядить Вот эти амортизаторы Сзади поставили Я не посмотрел Какой фирмы Ну они помененные Неродные И за счет них Прямо как мягко Ребят Вы не представляете Не знаю Все или не все Но она такая мягкая Но эмоции Переполняют Ребят Едешь И вот смотришь На эти маленькие машины Смешно просто Честно скажем Американцы Как бы ни было Для своих Для себя Там Сделали Хорошие машины Вот это машины Которые до нас Дошли сюда Там рапторы Всякие Еще много Еще не буду Все пересказывать Они крепкие машины У них Во-первых Система охлаждения Предусмотрена Потому что там У них круглый год Жара У них всех Большие радиаторы Стоят Вот это плюс Это большой плюс Когда производитель Это уже Закладывает сюда Они реально делают Все для людей Видно Качество Удовольствие Мощь Вот эти гладиаторы Катаются постоянно Да вот эти рапторы Постоянно Эти пикапы Не пикапы Да это вот Их тема То есть Американская тема И эти машины Очень нравятся Нам здесь в России Очень людям нравится Но она не может Не понравиться Эта машина Без шуток Она реально достойная Да она рассыпалась Потому что Тейсдрайв в Дагестан Она не прошла Ну не выдержала просто Не каждая машина Вот это выдержит Не забываем Про Тойоту Она тоже хорошая В плане Того что может Раптор Есть у Тойот Такие машины Которые могут их легче сделать Есть И Раптор Не хуже Тойоты Реально Это те машины Которые действительно Заслужили уважение Отдадим Чтобы она дальше Служила достойно Надежно И чтобы человек Был доволен Одним словом Вот такой у нас Небольшой ролик С ремонтом С маленьким обзором Как говорится Друзья Я с вами не прощаюсь Я надеюсь Что мои ролики Приносят вам пользу На что-то Открываю вам глаза Вы сами все видите Мое отношение К людям К работе И искренность И честность Погнали Да друзья Вот такой у нас Вышел ролик Небольшой Весь цикл ремонта Честно машина Крутая Вопросов нет Не городская конечно машина Это Чего угодно Только не город Это ребята Реально танк Это просто Мощная машина Ну 3.5 Для такой машины Маловато Хоть он и турбированный Хоть он там прошитый Маловато все равно Для такой дурынды Ну 5-6 литров Как минимум А то и 7 литров Чтобы просто Асфальт врывал У него с под колес Как-то вот так друзья Надеюсь вам ролик понравился Буду рад Пишите Звоните Я всегда на связи Вот наш телеграм-канал Я там на связи со всеми Там много очень интересного происходит Можете залетать туда Подписывайтесь на телеграм-канал Там реально интересно Там можете даже мне задать вопрос Конкретно Мне я вам отвечу Я не пропущу никого Там Также наш официальный сайт Можете и туда зайти посмотреть Наши адреса Филиалы Это Рябиново Амурское Каширское шоссе Все адреса Везде указаны Наши ребята У нас 5 филиалов Залетайте Смотрите Может что-то будет интересное Что-то полезное будет Но я всегда рад К любому диалогу Пожалуйста А вам желаю Ребят Здоровья Жму вам всем руку До новых встреч Скоро к вам вернемся Погнали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова